Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. Среди большого количества крупногабаритных биноклей формата 15х70 есть модели, которые очень привлекают начинающих любителей астрономии хорошим качеством изготовления по невысокой цене. Сейчас именно для Вас мы подробно расскажем об одном таком бинокле от компании Delta Optical модели Starlight 15х70. Белая картонная упаковка бинокля скрывает внутри себя сумку с инструментом, а также остальной комплект поставки, в который входит шейный ремешок и салфетка для протирки оптики. Для ношения бинокля в комплект поставки входит сумка с регулируемым несъемным наплечным ремнем, который прикреплен к ней с помощью пластиковых креплений. Сумка не предназначена для защиты бинокля от существенных ударов и толчков, однако укроет его от дождя и снега. Для ношения на шее у бинокля имеется ремешок, ширина которого не достигает 10 мм. Это является минусом для производителя, так как бинокль имеет существенный вес, поэтому в таком исполнении ремешок будет доставлять сильный дискомфорт при ношении бинокля на шее. Значительная часть материалов бинокля это пластик, за исключением оправ и призменных блоков. Снаружи он покрыт довольно приятной, но ощупь резиной черного и синего цветов. Внутри корпус бинокля заполнен азотом, предотвращающим запотевание оптики. С нижней стороны призменных блоков находятся небольшие петли для крепления шейного ремешка. Вес бинокля существенный и составляет 1,4 кг. Естественно, центр тяжести смещен к объективной части и при наблюдениях следует держать бинокль за тубусы. Длина бинокля составляет 280 мм. Крышки объективов и окуляров выполнены из мягкой резины, окулярная крышка сдвоенная. Объективные крышки бинокля очень хорошо держатся на корпусе, но не стоит забывать об отсутствии на них каких-либо креплений к шейному ремешку. Что не скажешь об окулярной крышке, где все решено, практически наоборот. На переднем торце центральной оси бинокля имеется гнездо крепления штативного L-адаптера. При таком весе бинокля для длительных наблюдений в большинстве случаев вам понадобится штатив. К сожалению адаптер в комплект поставки не входит. Фокусировка бинокля центральная. Поверхность маховичка фокусировки обрезинена, как и остальной корпус. Однако вместе с тем, к сожалению, абсолютно гладкой. Стоит отметить, что резиновое покрытие маховичка имеет свойство иногда проскальзывать под пальцами. Минимальная дистанция фокусировки данного бинокля составляет 22 метра. Для исправления разности зрения на правом окуляре бинокля имеется кольцо диоптрийной подстройки. Диапазон ее регулировки составляет плюс-минус 5 диоптрий. Межзрачковое расстояние у данной модели регулируется от 58 до 72 мм. Объективы окуляра бинокля покрыты просветляющим покрытием Multi Coated. Это многослойное покрытие в совокупности с призмами пора, изготовленными из стекла типа БАК-4, обеспечат приятную, естественную картинку. Внутри тубусы бинокля имеют качественное очернение всех поверхностей. Окуляры бинокля имеют хороший вынос зрачка в 18 мм. Диаметр выходного зрачка составляет 4,7 мм, форма зрачка круглая. Бинокль имеет высокие нескладные резиновые наглазники из довольно жесткой резины, а их большой диаметр доставляет неудобства при наблюдениях. Реальное тестирование показало весьма высокое качество оптики и поэтому данную модель можно сравнить с биноклем Celestron SkyMaster 15x70. Да, безусловно, качество картинки до середины поля отличное. Далее начинает оказывать свое влияние аберрации, такие как незначительная дисторсия. В модели присутствует хроматизм в допустимой степени. Однако для наблюдений ночного неба значения хроматизма не имеют большого значения, по границам поля зрения наблюдается снижение качества картинки. Также по краю поля можно заметить незначительный астигматизм и кому. Поле зрения бинокля составляет 82 м на километр или 4,7 градуса в угловом эквиваленте. Относительная светосила бинокля равняется 22. Данную модель можно смело использовать для астрономических наблюдений, однако аберрации от середины поля, а особенно по его краю, будут видны. Подводя итоги тестирования, хочется отметить в первую очередь неплохую механику бинокля и внешнее покрытие, заслуживающее твердой оценки «хорошо». Однако наряду с этим маховичок для фокусировки можно было продумать и изготовить более основательно. Объединение большого диаметра объективов призм типа БАК-4 неплохим просветлением в сочетании с качественной оптикой позволило надлежащим образом скорректировать астигматизм, хроматическую аберрацию и кому. Все это позволяет наблюдать, как объекты требующие большого приближения, так и звездное небо в довольно высоком качестве. Неоспоримым преимуществом Delta Optical Starlight 15x70 среди аналогов является очень хорошее соотношение цены и качества бинокля. Это поможет начинающим астрономам-любителям не вкладывать сразу большие средства в свое хобби. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!